Эфир телеканала «Россия» продолжает вести Ульяновск. В студии Гульнара Шарипова доброе утро. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Трамваи пойдут до конца года. Ход ремонта Минаевского моста проинспектировал глава региона. 15 лет за убийство и нанесение ранений. Вынесен приговор жителю села Илхово-Озеро, напавшему на пожилых соседей. Победитель представит регион на федеральном этапе. Хотя шанс есть и у других участников. В Сенгилее подведены итоги регионального этапа конкурса «Воспитать человека». Спорт – это красиво, эстетично, здорово. В этом все ульяновцы смогут убедиться уже 4 мая. В «Волгоспорт-арене» стартует соревнование по бодибилдингу. Движение трамваев по мосту на Минаево полноценно запустят до конца этого года. Эта дата была озвучена во время осмотра главой нашего региона хода ремонта Минаевского моста. Все работы идут так, чтобы полностью не перекрывать движение по переправе. Это усложняет проведение работ, но снимает напряженность с дорог города. Сейчас ульяновская область ждет изменений в федеральном бюджете и выделения дополнительного финансирования. Стоят задачи по ускорению темпов строительства. Эти вопросы мы обсуждали с министром транспорта Виталием Геннадьевичем, во имя его приезда к нам. Сейчас финансирование на этот год порядка 600 миллионов. Финансирование обеспечено и федерально, и нашей региональной составляющей. Темпы стройки будут сейчас ускоряться. Мы должны сделать все, чтобы до середины 2025 года мост полностью был отремонтирован и было открыто полноценное движение. Сейчас ведутся работы по правому путепроводу, где смонтировано 9 балок. В правой части моста выполнили демонтаж тротуара. У нас с конца года будет полностью открыто движение, две полосы в сторону центра. Одну полосу мы упустим обратно в стопку свежей и приступим к работе по левой стороне. То есть левый путепровод полностью будет разобран целиком. И будет идет реконструкция левого моста. То есть вся конструкция будет полностью в зимний период начата к перебору. Намечено, что к концу года кольцевая развязка будет полностью готова. Убийство и нанесение ранений. В областном суде рассмотрели дело жителя села Илхово озера Ценинского района, который напал на соседей пенсионеров. По вертии следствия, 64-летний Сагид Фаизов в состоянии алкогольного опьянения пришел с ножом к своим соседям, с которыми у него был конфликт, и напал на хозяйку, а затем на ее мужа. Фаизов на почве личных неприязненных отношений к потерпевшей, вооружившись ножом, незаконно проник в жилище последней, где, угрожая убийством, нанес три удара в область живота. Поздал своего мужа, который также находился дома, последний, выполняя свой общественный долг, заступаясь за свою жену из жилища, выпроводил Фаизова, однако последний нанес потерпевшему три удара. В итоге пожилая женщина выжила, а вот ее муж от полученных ранений скончался. Прокуратура требовала для обвиняемого в убийстве 19 лет лишения свободы. Слой приговорил гражданина Фаизова к 15-летнему тюремному заключению. В Ульяновской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитать человека». В нем участвовало 23 педагога из муниципальных образований. Шуре определило лауреатов, а затем выбрало из них тройку призеров. Кто же стал лучшим в этот раз, расскажет Эдуард Истомин. У конкурса «Воспитать человека» хорошая традиция. Стартует она не там, где хотят организаторы, а в том муниципалитете, который заслужил это право. В городе Сингелей, не случайно, потому что там у нас победитель прошлого года, Дежда Барышева. Пробленную столицу вспомнят и не раз, ведь среди участников – руководители школьных музеев со своей местной фишкой. Кроме них конкурсное счастье пытали классные руководители, а еще советники директоров школ по воспитанию. Три-четыре. Ура! Нам уже пора! Екатерина Рыжова придумала со школьниками креативное прощание, но оно не разъединяет, а скорее сплачивает, а еще побуждает к новой встрече. Молодой советник по воспитанию открыт к новому, хотя и Макаренко у нее в большом почете. Все же основа основ любой практики воспитания – это любовь к ребенку. Лично сноориентированный подход к каждому ребенку – понимать его, слышать и постараться помочь реализовать свой потенциал. Одно из испытаний называлось «Воспитательное событие». Оно окрылило педагога из архангельской школы. Екатерина Рыжова рассказала про традиции семьи и страны, да так убедительно, что стала призером конкурса второй степени. Молодец! Молодец! Всего девять испытаний, среди них работа над ошибками и вопрос от эксперта. Вот где нужно не стушеваться, сумев перестроить мысли. По итогам всех заданий победный диплом у преподавателя математики губернаторского лицея номер 100. Вручается Абласова Юлия Борисовна. Третье место в конкурсе завоевала педагог Ундоровского лицея Людмила Улюкина. Призеров наградили денежными премиями. Победитель представит регион на федеральном этапе конкурса, хотя другим участникам дверь туда также не закрыта. Любой участник нашего сегодняшнего регионального этапа может стать участником всероссийского, преодолев определенные ситы образовательных мероприятий, которые будут с ними проводиться в течение мая. В этом году, кроме привычных номинаций, в конкурсе была и специальная. Она называлась «Навигатор детства». Эдуард Истомин, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Аттракционы, развлечения и свежий воздух. Парковый сезон в Ульяновске открыт. Для летнего отдыха жителям города приготовили разные активности. Какие, расскажет Дарья Цибина. Весело и активно провести время, насладиться природой с друзьями или же вовсе уединиться. Парки притягивают своей атмосферой и возможностью провести время на свежем воздухе. Ведь летом они превращаются в настоящие центры активных развлечений. С самого утра дарить веселье начал парк Прибрежный. Здесь каждый смог найти занятие по душе. Взрослые занялись фитнес-зарядкой, дети покатались на уже полюбившихся и новых аттракционах. Время препровождения с видом на зеленые пейзажи доставило невероятное удовольствие всем. От мала до велика. Я безусловно рада, что парк наконец-то открылся. Что есть где гулять и молодым, и пожилым людям, собираться с друзьями. Очень классная атмосфера, карусели. Мне все очень нравится. Мы распланировали программу на весь сезон. Она будет яркая, интересная. Будут проводиться традиционные мероприятия. Сегодня у нас будет проходить традиционно. Утро начинается с зарядки. Далее у нас концертная программа и театральная программа. А также у нас будет полевая кухня с настоящей армейской кашей. Конечно же будут работать аттракционы. Парк мы обработали. Соответственно безопасность на высшем уровне. Программа обещает быть насыщенной. Яркие впечатления будут обеспечены на целое лето. Ведь парки становятся оазисами для отдыха и развлечений. И глядя на радостные выражения лиц, становится заметно, как новые краски входят в повседневную жизнь. Дарья Цибина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Фонтаны забили в Ульяновске, подтвердив тем самым, что парковый сезон открыт и в теплое время будет где немного охладиться. Накануне запустили более 20 фонтанов. Все лето фонтаны будут работать на площади Ленина, бульваре Новый Венец, Виновской рощи, у Современника, в скверах Экран и Яковлева. Несмотря на ремонт Минаевского моста, плавающие фонтаны запустят в акватории Свияги. Они будут располагаться ближе к торговому комплексу «Аквамол». Впервые ульяновцы и гости города смогут полюбоваться фонтанами в театральном сквере. Проплыть по уникальным маршрутам и увидеть с воды симбирские пейзажи. Накануне ульяновский речной порт торжественно открыл пассажирскую навигацию. Ежегодно прогулки по Волге на теплоходе становятся отличной возможностью для семейного отдыха и приятного времяпрепровождения. В день открытия навигации для путешественников были приготовлены разнообразные шоу-представления с минными пузырями, аниматорами и ростовыми куклами. А после праздничной программы от причала в путь по Волге отправился развлекательный рейс. Сегодня у нас отправляются первые пассажирские прогулочные рейсы по Волге. Удобство в том, что именно с Волги можно посмотреть на все достопримечательности нашего города. Есть часовые прогулки, есть двухчасовые прогулки. Стоит отметить, что прогулки по Волге будут осуществляться в каждодневном режиме. Кроме того, с 1 мая вновь запущен межрегиональный речной маршрут Казань-Ульяновск-Казань. Он будет курсировать с мая по сентябрь. И служат стране, и служат примером правильного отношения к здоровому образу жизни. Ульяновский на льду фокал-лидер. Второй год подряд проходит соревнования по хоккею среди представителей силовых структур. В нынешнем году турнир получил статус всероссийского и собрал представителей восьми регионов. СТУК! 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 Казань, что расположен в Заволжье неподалеку от спорткомплекса «Лидер». Они часто бывают на матчах, и кто-то из ребят, возможно, уже мечтает стать спортсменом. Но едва ли малыши понимают, что эти хоккеисты необычные. Это полицейские, спасатели, сотрудники спецслужб. Кто-то там занимался на спортивной школе, да, и сейчас работает, да, в структурах. Вот, тут уже как бы от этого зависит. Ну и плюс кто-то продолжает, да, там, тренировки регулярно. Наверное, самое главное – это атмосфера, вот дух, наверное, мне кажется, потому что всем приятно встретиться. Наверное, только на церемонии открытия становится ясно, что в турнире действительно принимают участие силовики. Среди почетных гостей люди в погонах. Собравшиеся говорят и о генерале Александре Назарове, бывшему руководителю органов госбезопасности в регионе, и посвятили соревнования. А Ульяновск заслужил право провести их второй год подряд. Получить удовольствие от этого турнира, в первую очередь. Показать все свои лучшие спортивные качества. Желаю всем победы, хорошего настроения. Я уверен, что вы еще не раз и не раз поедете к нам на этот турнир. Ульяновская земля по праву считается территорией здорового образа жизни, территорией спорта. И региональная организация «Динамо» не находится в стране, а играет ключевой роль. Мы продолжаем дело Александра Назарова, развиваем спорт. Москва, Ижевск, Казань, Оренбург и так далее. Нынешний турнир собрал хоккеистов в погонах из восьми регионов России. Хозяева выставили сразу две команды. И это тот случай, когда инициатива точно не может быть наказуемой. Хоккей в регионе растет, желающих очень много поиграть. И даже среди силовых структур общества «Динамо». Поэтому сделали две команды. Уровень, конечно, очень серьезный. Ребята подготовились. И я думаю, что будет прям хоккей-хоккей. Хозяев в числе призеров не оказалось. Победили же оренбуржцы. На втором месте представители Тюмени. На третьем – хоккеисты из Татарстана. Игорь Кранцев, Михаил Дзержавин и Александр Рассохин. Весть Ульяновск. Большая Волга. Такое название носит соревнования по бодибилдингу, которые пройдут в Ульяновске. На турнире в стенах Волгоспорт-арены будут соревноваться как поклонники красоты тела, так и участники состязаний по фитнес-челленджу. Этим спортсменам предстоит определить лучших в комплексе специальных упражнений. Ульяновцы готовы защитить честь региона. Называют это проверкой на прочность. Будет несколько упражнений, у каждого будет их по шесть. Нужно будет делать общую сумму. Кто сделает больше, тот, в принципе, победит. Будет как единоличный зачет, так и зачет команды. Это открытый чемпионат, можно сказать, страны, потому что заявляется, может, кто угодно, любая команда с любого региона. Поэтому конкуренция должна быть, в принципе, на уровне. Уровень конкуренции ульяновцы смогут оценить 4 мая. Турнир планируют начать в полдень. Программа ожидается весьма насыщенная. В честь хозяев будут защищать 15 спортсменов. Ну, прогноз сделать сложно, но вот скажу от себя, чего жду лично я. Я жду, что ульяновцы придут посмотреть. У нас вход будет бесплатный, свободный. Они захотят заниматься спортом. Мы привлечем их внимание, что спорт – это красиво, это эстетично, это здоровье. В октябре прошлого года Ульяновск принимал чемпионат страны по бодибилдингу, и уровень организации соревнований был оценен высоко. К этой минуте у нас все. Следующий выпуск «Вести Ульяновск» выйдет в эфир в 21.05. Оставайтесь с нами на телеканале «Россия». О Великой Отечественной войне опубликовано немало мемуаров и написано немало научных исследований. Но только живые строки писем расскажут нам об истинной летописи войны. Эти строки заставят нас взглянуть по-новому на подвиг наших с вами предков. Поделитесь письмами вашей семьи. Сохраним великую память о Великой Победе вместе. Письмопобеды.ру Сегодня, 2 мая, в Ульяновской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет слабо падать. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем по области плюс 12, плюс 17. В Ульяновске плюс 14, плюс 16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова